Пара Северсталя-Атлан считается самой непредсказуемой на этой стадии плей-офф. Череповчанам предстоит преодолевать самую лучшую оборону лиги по итогам нынешнего сезона. Я думаю, что немножко будет другая вообще игра в плей-офф. Не думаю, что будет град шайб таких. Будет решать. Мало шайб, мне кажется. Особенность с Атлан. Первый матч в Мутищах полностью оправдал прогнозы. В первом периоде соперники обменялись голами. Сначала защитник Северсталя Кирилл Лямин кистевым броском открыл счет, воспользовавшись тем, что вратарь потерял из виду шайбу. Ответный гол записал на свой счет Игорь Мусатов, успевший на добивание после своего же броска. Едва началась вторая 20-минутка, как хозяева площадки вышли вперед. Гол получился очень неожиданным. Ярослав Обшут вбросил шайбу в зону Череповчан из-за красной линии. И она выскочила точно на клюшку Яну Булицу. Тот не промахнулся. 2-1. Северсталя отыгралась в начале третьего периода, использовав большинство. Вадим Шипачев подкараулил отскок и отправил шайбу уже в пустые ворота. 2-2. Кульминацией встречи, без всяких сомнений, можно называть то, что происходило уже в дополнительном четвертом периоде. На седьмой минуте Северсталь усилиями Сергея Сонина и Владимира Воробьева, казалось, забивает победный гол. Череповецкие болельщики, приехавшие в мытище, ликуют на трибунах. Радуются и хоккеисты. Но главный судья едет смотреть видеозапись эпизода. Судейское совещание затягивается почти на 15 минут. И в конце концов арбитры выносят огорчительный вердикт. Гол отменен. По их мнению, шайба не пересекла линию ворот. И видеоповтор подтверждает их правоту. Я не понимаю, что это еще повтор видео. Одно видео сказало, не бил, потом не бил. Я не знаю, почему. Около этого. Просто на это видео, если не бил, потом не бил. Защитка об этом разговаривает. Закончилась игра на 14-й минуте овертайма. Череповчане остались в меньшинстве после удаления Кирилла Лямина. Хозяева площадки вывели на завершение атаки защитника Ярослава Обшута. С чьим броском Василий Кошечкин справиться не смог. 3-2. Атлант повел серии со счетом 1-0. В четверг вечером состоится второй матч этих соперников.